Шалом Это костюм, это может быть стул, это может быть мебель, наполняющий наш дом, наполняющий нашу жизнь. Красота расширяет рассудок. Рамбам говорит, что красота это как вкус, как звуки, как пейзаж. Это важнейший наполнитель нашего мира. И здесь Рамбам дает совет, как врач, как философ, как психолог и особенно как мудрец. Что делать человеку, когда у него есть черная мина, то есть мрачное выражение лица, когда на душе кошки скребут, когда депрессия. Вот на секундочку задумайтесь, что бы вы на месте мудреца посоветовали этому человеку. Наверное, вы бы сказали учить Тору, открыть книгу Таилим, псалмы, пойти в синагогу, обратиться к Творцу. Рамбам дает очень креативный совет, связанный с вышеупомянутым выражением Талмуда. Пусть этот человек послушает красивый напев, мелодию, музыку. Пусть пойдет и пройдется по красивому саду, увидит красивый пейзаж. И это снимет с него вот это мрачное выражение лица. Что поддерживает наше материальное тело, нашу психику в таких ситуациях? Красота. Правильно говорят, красота спасет мир. Что это значит? Человек – это маленький мир. У него внутри все так сплетено, что этот мир можно разрушить. Он очень хрупкий. И вот человек должен найти в большом мире, он отображение этого большого мира, он должен найти что-то красивое. Какие-то красивые места, пейзажи, музыку. Каждый человек, если займется собой, и вот всю вот эту внешнюю красоту, которую многие осуждают и говорят, это искушение, это то и другое, абсолютно нет. Это красота для человека. И нужно использовать во благо, поэтому спасая себя, ты спасаешь мир. И дай Бог, чтобы каждый из нас действительно пользовался вот этой красотой и пользовался только во благо, с хорошими намерениями, с позитивными эмоциями. Шалом-шалом.